Всем доброго дня! В сегодняшнем видео будем говорить коротко о том, что нас ожидает в сентябре в Германии. Какие изменения грядут и насколько они будут позитивными для нас. Обратите внимание, что именно в сентябре, а также в октябре будут оплачивать бонус за повышение цен на электроэнергию в размере 300 евро для всех работающих в Германии. Эта выплата будет начисляться работодателям за минусом налогов. Эта сумма также предназначена к выплате людям с краткосрочной занятостью, то есть те, которые работают на мини-джоп и на временной работе и платят налог-зарплаты. Здесь важно отдельно подчеркнуть, что люди, которые зарабатывают меньше базового необлагаемого налогом пособия, получат всю полную сумму 300 евро. Ну а самозанятые граждане также могут потребовать выплату 300 евро в качестве уменьшения авансового платежа по подоходному налогу. Кроме этого, люди, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком или в декрете, также могут рассчитывать на эту выплату. Ну а что касается пенсионеров и неработающих студентов, то, к сожалению, они останутся с пустыми руками. Как известно, такое решение федерального правительства было очень сильно раскритиковано оппозиционными партиями, многими другими политиками, социальными организациями. И они назвали это несправедливым, что бонус в размере 300 евро не выплачивают пенсионерам, а также студентам. Это именно те люди, которые очень сильно нуждаются в финансовой помощи государства. Но, как сказал Олаф Шольц, они готовят следующий финансовый пакет помощи и обязательно будут рассчитаны льготы, пособия, в том числе и для пенсионеров. Что касается льготного билета за 9 евро, а также сниженного налога на топливо, то известно, что они действуют только до конца августа и уже с сентября, как говорится, придется платить по полной. То есть покупать регулярные билеты на общественный и региональный транспорт, ну а также, по мнению экспертов, топливо еще больше подорожает с осени. Но уже можно заметить, что за последние недели как бензин, так и дизель подорожали. Кстати, у нас в комментариях зачастую люди пишут о том, что в соседних странах, например, в Италии, Хорватии, Чехии топливо дешевле, чем в Германии. Здесь люди, конечно же, задаются вопросом, почему вдруг в других странах они могут себе это позволить, а в Германии, несмотря на сниженный налог на топливо, цены такие высокие. Ну а по поводу льготного проезда, как известно, никакого преемника билета за 9 евро не удалось утвердить, не достигли нужных соглашений. И, как говорил Кристиан Линднер, нет финансов в бюджете Германии. Но пока только ведутся споры, дебаты, люди выходят на протесты, требуя продления льготного билета или утверждения какого-то нового варианта. И также социальные транспортные компании выступают за то, чтобы все-таки какой-то льготный билет утвердили и людям помогли в данном случае. Потому что если с осени все подорожает, то расходы на транспорт также будут зашкаливать. Обратите внимание, что 31 августа истекает срок действия правил въезда в Германию во время пандемии. Это означает, что уже с сентября, с осени, возможно, будут внесены определенные изменения. Потому что до этого, как вы знаете, можно было въехать практически свободно, предъявлять не нужно ни тест, ни прививку, ни документ о том, что вы переболели. Что же касается последующих изменений, то, как вы знаете, Карл Лаутербах всячески заявляет, что осенью ждет Германию следующая волна коронавируса. Нужно обязательно готовиться. Они уже утвердили определенные правила. И, кстати, нужно отметить, что закон о защите от инфекций истекает 23 сентября, то есть срок его действия. И поэтому будут утверждены также новые правила. Ну и когда поступят какие-либо изменения, то мы обязательно будем держать вас в курсе. Ну а что касается негативных прогнозов на осень от Карла Лаутербаха, то важно отметить, что его за это многие критикуют. В частности, министр юстиции Германии Марко Бушман. Он обвинил министра здравоохранения в том, что он нагнетает панику. Он говорит, что все эти негативные сценарии очень пугают людей, но, по сути, для этого нет никаких веских причин. Лаутербах уже неоднократно говорил о том, что осенью придут новые мутировавшие штаммы, очень большая опасность, придет сложная коронавирусная волна и нужно очень сильно готовиться. В общем, все эти страхи нагнетаются, действует все на нервы населения, естественно. Ну а возможно это такой психологический ход, чтобы люди побыстрее, немедленно шли прививаться. Кроме этого, министр юстиции заявил, что введение чрезвычайной эпидемиологической ситуации в Германии в будущем возможно только с согласия Бундестага. Но здесь важно отметить, что в правительственной коалиции нету для этого большинства. Поэтому Бушман высказал мнение, что пока на сегодняшний день не существует никаких веских причин для паники и беспокойства. И все меры, которые будут предприниматься в дальнейшем, будут вводиться, исходя только из конкретной актуальной ситуации. А предсказать, что там будет впереди, никто, естественно, на 100% не может. Но, как мы видим, Лаутербах все время пытается это сделать. Почему-то в его голове возникают только самые негативные сценарии. С 1 сентября в Германии вступят в силу ранее утвержденные меры Робертом Хаббеком по экономии электроэнергии. А именно, максимальная комнатная температура в общественных зданиях составит 19 градусов зимой. Также технические здания, залы, коридоры не будут отапливаться. Помимо этого, вода для мытья рук в общественных помещениях также не будет нагреваться. Кроме этого, на улицах в осеннее и зимнее время станет темнее, потому что будут экономить на уличном освещении. А также памятники и общественные здания будут абсолютно без освещения. Но, как мы говорили ранее, некоторые стратегически важные объекты все-таки будут подсвечиваться. Кроме этого, магазины и кафе должны выключить свои вывески с 22.00. И уже на этой неделе многие дискаунтеры, а также торговые сети заявили, что они тоже будут стараться всячески экономить на отоплении, электроэнергии. И поэтому покупателям стоит ожидать того, что в помещениях будет очень прохладно в магазинах. Возможно, вообще где-то не будут топить, также станет значительно темнее, потому что снизят освещение. Но самое главное, чтобы это не отразилось на работе холодильников, потому что могут появиться много ангиботов, но с несвежими продуктами. Кстати, у нас в телеграм-канале люди писали о том, что буквально на днях в каком-то из дискаунтеров сломались холодильники, они потекли. И сразу же эту продукцию выставили в качестве ангиботов. Так что будьте внимательны, чтобы не купить пропавшие. Ну а что касается фитнес-студий и спортзалов, то они также попадают под условия энергосбережения и, соответственно, будут значительно меньше топить. Поэтому любители спорта предупреждают, что нужно будет лучше потеплее одеваться, так как в спортзалах будет прохладно. По поводу теплого душа, здесь нет общенациональных требований отключать теплую воду, но это все может быть на усмотрение собственников. То есть, если они будут исходить из того, что очень большой расход и в целях экономии могут как минимум снижать температуру воды в душе. Кроме этого, обратите внимание, что уже многие предприятия заявили, что они будут ограничивать работы саун и оздоровительных объектов в зимний период с целью энергосбережения. Ну а любителям поплавать также надо подготовиться к тому, что, вероятнее всего, в бассейнах температуру воды еще больше снизят, так как известно, что до этого периода уже многие воспользовались таким методом энергосбережения и, как минимум, на несколько градусов снизили воду в бассейнах. Далее позитивные новости для медсестер Германии. Еще весной было принято решение о повышении для них минимальной заработной платы, которая произойдет в три этапа. Соответственно, с 1 сентября, с 1 мая 2023 года и с 1 декабря 2023 года. Таким образом, с 1 сентября минимальная зарплата для неквалифицированных медицинских сотрудников составит 13 евро 70 центов. Для квалифицированных работников, в том числе и для сотрудников, которые имеют один год аусбильдинг, минимальная зарплата будет 14 евро 60 центов. И для среднего медицинского персонала она составит 17 евро 10 центов. Кроме повышения минимальной заработной платы, комиссия при Министерстве здравоохранения считает целесообразным увеличить и длительность отпусков медсестер. Они считают, что у них очень трудная изнашивающая работа и нужно не только ее больше оплачивать, но и соответственно давать больше дней для отдыха. Несмотря на энергетический кризис, а также критику Роберта Хаббека, министра экономики Германии, на днях он заявил, что уже в сентябре газовые хранилища Германии будут заполнены практически на 85%. А это означает, что такую цель они смогут достичь раньше запланированного времени. Тем самым Хаббек подчеркнул, что для того, чтобы снабжать промышленность и домохозяйство, компании снова смогут возобновить отбор газа из хранилищ, как и планировалось в зимний период. На обвинение Хаббека в том, что ему не удалось найти альтернативные источники газа, он оправдывается, говоря, что все-таки он активно работал и старался. Именно благодаря этому удалось заполнить так быстро газовые хранилища, потому что увеличили объемы закупок газа с Норвегии и Нидерландов, а также импорт жиженного природного газа. Кроме того, объемы поставок увеличила Бельгия с апреля. Помимо этого, в ближайшее время министр экономики Германии ожидает, что новым источником поставок газа должна стать Франция. С 1 сентября в двух федеральных землях Шлезвик-Хольштайн и Северный Рейн-Вестфалия в качестве пилотного проекта вводят электронный рецепт. Если все хорошо технически удастся и пойдет, то, соответственно, после нескольких месяцев этого пилотного проекта к ним будут присоединяться другие федеральные земли. Но при этом 22 августа одна из федеральных земель, именно Шлезвик-Хольштайн, заявила о том, что они приостанавливают участие в этом пилотном проекте, потому что есть определенные технические трудности, а также несоответствие закона по защите персональных данных. Планируется, что до 2023 года в Германии во всех федеральных землях введут обязательное использование электронных рецептов. По мнению медицинских организаций, это намного безопаснее, чем рецепт в бумажной форме. Его нельзя поделать, изменить, потому что генерируется определенный уникальный QR-код, по которому можно будет, соответственно, получить лекарства по рецепту, и также это упрощает сам процесс. Но, конечно же, нужно все технически настроить. Это были основные изменения, которые нас ожидают в Германии в сентябре. Ну а то, что еще будет меняться в течение месяца, то об этом мы обязательно будем держать вас в курсе актуальных событий. Также не забывайте, что еще больше свежей и полезной информации всегда можно найти в наших группах в Facebook, а также у нас есть Telegram и второй YouTube-канал. Все ссылки, как вы знаете, в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание, будьте здоровы, отличного вам настроения, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok